Алексей Шевцов, чё написал? Неприятная правда. Опа. Я наблюдаю, как люди, которые два года смотрели телемарафон под Ваньку-встаньку, параллельно спрашивая официантов за русский язык, резко охуели от расклада, что тут дело пахнет договорником и не то, что будет до границы 91-го года. Распиздяйство руководства Украины, тотальная лень Запада, есть причина, почему та линия фронта, что и сейчас, это лучшее, с чем можно уйти с этой войны. Сезрада? Россия проебала половину захваченной территории, уже хорошо. Запад нихуя не сделал, но он уже устал, и выборы в этих странах тому показатель. Демократии оказались неэффективны вести войны против диктатур. Одни струются за бюджет, другие клепают в три смены боеприпасы. КНДР за месяц дали больше, чем страны НАТО за год. Про Иран вообще молчу. Эти две страны под мировыми санкциями десятилетия. Но ругать одно НАТО нельзя. Систематический пиздинг внутри системы, коррупция на всех уровнях не из-за плохого Запада происходит. Главная проблема, что телемарафон наобещал в Крыму сидеть год назад, в этом плане России проще. Она рисует мишень после метания дротика, ибо на официальном уровне цели настолько часто менялись, что их никто не знает. Это кто, Арестович? Это... ну это Алексей Шевцович. Ну, блядь, по поводу ебаного Запада я уже полгода последний где-то говорю, одно и то же, что Запад очень сильно проебался в этом плане, конечно. И обосрался. Что они, к сожалению, я не знаю, чего у них происходит такое, то ли они боятся, то ли еще что-то. У них есть все возможности дать Украине то, что ей нужно. То есть и в плане вооружения. Но возможность есть, а желания, видимо, нет. И мы видим то, что видим, как бы, да. И, к сожалению, ситуация вот такая, блядь. И что будет дальше, неизвестно. И как-то так. Не хотят выходить из зоны комфорта, блядь. Кто? Запад? Ну, слушай, сколько санкций они там вели вот этих вот на Россию? И что толку, блядь, тоже непонятно. Они, на самом деле, проебались по многим пунктам, если так посмотреть, на результаты спустя два года. В том числе и санкции. Некоторые. Зачем, например, нужно было закрывать от россиян свои границы? Учитывая, что большинство из тех россиян, которые, например, хотели в съебаться в Европу, это те люди, которые, как бы, против войны и не хотели принимать в ней участие. Так они не закрыты. Ну, тем не менее, мы все понимаем, что сейчас человеку, живущему в России, получить какую-нибудь европейскую визу или попасть в Европу намного тяжелее, чем раньше. Отрицать это глупо, потому что так оно и есть. Ну, реально. Сейчас получить визу, например, можно в какие-то страны, конечно. Но, опять же, с некоторым геморроем. Вот. И для чего? И почему? Чтобы что, блядь? Мужчинам, да. Почему, блядь? Эти мужчины хотели съебаться, чтобы не идти на войну, блядь? Нахуя им запрещать это делать? При этом мы видим Европу, которую сыпано, блядь, сами знаете кем. Кто там сейчас на митинги выходит? И, блядь, эти самые витрины разбивает. А шо вот недавно было, вот, пока я отдыхал? Слышали? В какой вот стране там вышли, блядь, протестовать? Уже, соответственно, коренные жители этой страны. Потому что какой-то там чувак в Ирландии же, правильно, да? Или где? В Ирландии, да. Порезал ребенка. Угадайте, с какой страны этот чел. И таких там, пиздец, блядь. Добро пожаловать, Европа открыта, блядь. А людей из России, которые не хотели в войне принимать участие? Бля, не-не-не-не-не, нахуй ты нам нужен? Давай там в России сиди, блядь. Вот тебе еще ограничения по банковским картам. Вот тебе еще, блядь, блокировки вот этого, вот этого, вот этого. Чтобы ты, кто не хотел принимать участие в войне, ну после этого ты уж точно переобулся и захотел принять участие, потому что вот какой Запад плохой. Соответственно, по поводу ебаного Запада, да, который почему-то не дает нужное количество вооружения Украине. Ответ на вопрос этот, наверное, мы с вами никогда и не получим. Потому что я, я не ебу, почему так происходит. Чего-то они боятся, я не знаю, видимо, я не знаю, блядь, чего они хотят, сука, твари ебаные, вот все, лицемеры, сука, кончены. Ты правильно говоришь, но, блядь, забываешь один момент, а именно не хотят воевать, а переставать русскими не хотят. Чего, блядь, а переставать русскими не хотят? Поэтому мы видим ситуации, как в Финляндии, где русских дохуя, и они все задолбоебы. Ты сейчас говоришь про тех русских, которые жили в Финляндии уже кучу лет, скорее всего. Будучи русскими, которые переехали туда хуй знает когда. А мы сейчас говорим про ситуацию, когда война началась полномасштабно. Не знаю, где-то там видел кучу русских зетнутых в Финляндии. Понятное дело, что там есть такие в Европе, но чаще всего это те русские, которые там изначально жили, уже давно там живут. Вот, и что значит перестать быть русским? Как ты можешь перестать русским быть, если ты с российским паспортом и ты родился в России? Ты уже не можешь перестать им быть? Вот и все, типа. Или ты такой должен проснуться и резко забыть такой. Бля, я кто? Кто я? А, ну и все, из этих действий, соответственно, сейчас реально много людей, которые поддерживают войну. Много среди зумеров тоже. Потому что люди тупо обиделись. Потому что зумер, он не понимает на самом деле, что такое война. Максимум, что он знает этот в Call of Duty, да, блядь? Или Battlefield. У него нет знакомых, нет друзей, нет товарищей, наверное, да, которые были на реальном войне вот там в Украине. Которые бы им рассказали, что там происходит на самом деле. И поэтому зумеру легко обидеться на все эти блокировки Steam, блядь, PlayStation Store. Да, может быть он и был навальнистым каким-нибудь, навальненком. А после всех этих ограничений он сел такой, да в пизду. Нарисал себе на лбу Z и начал всю эту хуйню поддерживать. Почему? Ну, мне Steam заблокировали и PlayStation Store, блядь. Для зумеров, в принципе, этого достаточно, чтобы переобуться и стать путинистым. И кто к этому приложил руку, блядь? Ну вот. Понятное дело, что там эти блокировки, они обосновываются тем, что деньги не идут в Россию. Соответственно, меньше денег идет на войну. А хули толку, блядь, если все равно Запад не дает нужное количество вооружения в Украине. К чему у тебя ограничения тогда, если это ничего не дает? Вы сами не хотите давать вооружение, блядь, в нужном количестве, чтобы что-то поменять. И это тоже нихуя не меняет. Еще они ограничивают вот эти сейчас там все эти блокировки банковских карт, блядь. Что русским нельзя заводить банковские счета в каких-то странах, других странах, да, там, как я слышал, в Казахстане что-то хотят. Или уже вели какие-то ограничения. В Бинансе тоже. Хотя в то же время, это же наоборот только хорошо. Если какие-то там люди, живущие в России, хотели вывести все свои сбережения за пределы России, наоборот, нужно было помочь людям это сделать. А они, наоборот, делают все для того, чтобы деньги оставались в России. Чтобы люди не могли выводить свои деньги из России. Такие тупорылые, блядь, долбоебовые. Это просто пиздец. И поэтому, если так-то посмотреть, то Запад сделал все для того, чтобы... Получается что, блядь? Чтобы случилось то, что сейчас есть. Я не знаю, как еще на это реагировать. Хуй знает. Но это какая-то антибаза, реально. Ты не шаришь в этой теме. Да, блядь. Я не шарю в этой теме. Тогда почему спустя два года такая хуйня? Если я не шарю в этой теме, объясни. Как я не шарю? Серьезно? А что тогда такая вот хуйня? Может потому, что у США, Запада нет так много ресурсов. Чего? Чел? Серьезно? Нет так много ресурсов? Ну тогда, получается, Россия не обманывала? По поводу того, что там вторая армия мира, блядь. Которая, по сути, весь Запад раком нагнула, блядь, и все. Что у них там ресурсов не хватило. У всех стран Запада не хватило ресурсов, чтобы справиться с Россией. Блядь, это звучит даже смешно. У них есть ресурсы, их до пиздища. Просто не хотят давать. Вот и все. Даже вот не помню, блядь, кто он там, этот американский какой-то клоун. Который говорил, ну мы всего лишь 3% потратили. А с хуя? Да, почему бы не потратить 10 или 15? Что вам мешало больше потратить? Ты знаешь, что я? Я говорю о реальных вещах, блядь. Почему сразу войти? Я вор. Я же не говорю, что Запад не должен был давать Украине. Я наоборот говорю, что он должен был давать больше. А они должны. Ну и раз уж они вписались во всю эту хуйню, то да, должны, блядь. Зачем тогда вообще вписывались? Давали какие-то ложные надежды. Зачем? Для чего? А чё они должны-то? Ну как, что? Они так активно все это осуждают. Действия России в том числе. Говорят, что ебать это прям пиздец. Объявляют о Ленд-Лизе, тот же Байден. Но в итоге вообще нихуя не дали. А зачем тогда всё это нужно было говорить? То есть они говорят много, но нихуя не делают. Если говорили, значит должны, да. Всё правильно. Ладно, если бы они, ну, изначально отказывались. Тогда вопросов нет. А то как бы наобещали что-то. И время тянули. Тоже непонятно почему, блядь. Вот это вот контрнаступление, которое готовилось. Я вообще не знаю, зачем Украина заявляла публично, говорила об этом контрнаступлении, что оно будет. Мне казалось, что такие вещи нужно, наоборот, в секрете держать. Потому что, когда все... Помните, мы с вами сидели, трейлеры смотрели, блядь. Как будто бы новый Battlefield скоро выходит. Что вот, скоро-скоро. Нахуя. Вы этим, наоборот, только хуже сделали. Потому что вы напугали Россию своим контрнаступлением. Напуганная Россия, естественно. Поверили в это. Ну, потому что так оно и случилось, да. И охуенно подготовились. Они обосрались и пиздец как подготовились. А долго готовились к контрнаступлению. Как раз таки потому, что Запад тянул с поставками. Тоже вспомните, мы это уже тысячу раз обсуждали. Что, как бы, они сначала отказывались давать что-то. Проходит несколько месяцев. Они такие, ладно, мы подумаем. Проходит еще несколько месяцев. Ладно, мы дадим. Но дадим чуть-чуть. Почему, блядь? Что за хуйня? Непонятно вообще. И из-за этого у России было время подготовиться. Все минами нахуй там заложить. Ну, вот и все. Поэтому я не знаю, это пиздец. Ты не понимаешь, Ленд-Лиз хуже, чем те поставки, что есть сейчас. Да, их мало, но в Украину долги не собираются, в отличие от первого чего. На этом же русская пропаганда спекулирует всего, что Украина будет должна Западу. Так она ничего не должна по Ленд-Лизу. Которого, в принципе, и не было. Но даже если бы он был, я думаю, что... Просто бы забили хуй. Вот и все. Должна вернуть то, что дадут, блядь. Вернуть просто то, что им дали. Вернуть. Обратно эту военную технику и так далее. Уцелевшую, которая станет, соответственно, целой. Ее возвращают. Ну, так а в чем проблема? Ну, если бы война закончилась, ну, вернули бы и все. Это что, сложно сделать, блядь? Сейчас ничего, я не понимаю. Проблема-то в том, что его и не было. А то, что было утрачено на войне, ну, похуй, оно списывается. И за это они тоже ничего не должны. Так что, блядь. Вот и все. Может, потому что Западу невыгодно проигрыш России. Им больше выгодно поддерживать войну в таком состоянии. Да, и в чем выгода? Ну-ка, расскажи. Не вижу для них никакой выгоды. Я думаю, что они просто надеялись на то, что Россия не вытянет даже вот такой вот уровень поддержки. И сольется. Что люди в России взбунтуются. Потому что Кока-Кола ушла. Ну, реально. Они думали, что смогут измотать Россию вот этими санкциями. Что народ в России взбунтуется. Вот. Опять же. Не зная российский народ. Они надеялись на то, что, видимо, как в Европе будет. Когда, например, во Франции, там, чуть что, блядь, люди сразу выходят. Они такие, ну, там, наверное, так же будет. Ну, мы уже не рухнуем, как говорится. Реально. Вот. То есть они как бы просто думали, что, ну, этого, в принципе, наверное, хватит. Нет, не хватило, блядь. А сейчас, как бы, ну, есть еще шансы, конечно. Не опускаем руки, шансы-то есть. Но только если Запад одумается и такой, ну, ладно, сейчас дадим ядерку, предположим. Но, к сожалению, скорее всего, такого не будет. Вот. Так что я даже не знаю, ребята. Я вообще думаю, что все закончится в начале 25-го года. По моим расчетам, примерно все закончится в начале 2025-го. Нет? А я думаю, вот, где-то в начале 2025-го года. К тому моменту уже везде выборы пройдут. В России, в Украине и в Америке. Что самое главное, все ждут выборы в Америке. А они здесь будут в 2024-м году, в ноябре, по-моему. Но даже после выборов сразу все резко не изменится. Потому что президент здесь, в Америке, вступает в свою должность после выборов в следующем году. То есть, в 2025-м. Вот. А там уже, к тому моменту... Ну, то есть, мы и сейчас видим, да, если посмотреть, там, открыть карту этого фронта, блядь. Он уже год не меняется никак. Ну, что он еще год будет стоять на месте? Хуй знает. Но мне кажется, к тому моменту уже, ну, люди это все настолько заебет, что, как бы, блядь. Что-то точно должно уже произойти к тому моменту, я думаю. Поэтому начало 2025-го года. Потому что дальше, в таком формате, так долго оно продолжаться просто не может. Вот и все. Так что, ждем. В тотальном, епта, формате.